Скорая помощь, 23-я. Слушаю вас. Что у вас случилось, чем мы можем вам помочь? Температура какая? Жиропонижающие что-то принимали самостоятельно? Не снижается? В течение последних двух недель за границей нигде не были? С иностранцами не общались ли больницами, кто был за границей? Адрес ваш какой, где вы находитесь? Это стандартные пытания, которые сейчас задаются всем, кто потелефоновал на станцию худкой медицинской допомоги. Но любым випадку необходимо высветлить, что находится человек в эпидемично несприяльных краинах, и какое его агульное самоотчувание. В уголе зараз тут одночасово працует каля 50 бригад, у тем лику некальки специализованных педиатричных и интенсивной терапии. Для их больше эффективного использования летось у Гомельским Державного Университета имя Франциска Скарыны распрацовали специальную программу, которая позволяет контролировать местознаходжение машины и накеровать по необходимым адресам те, что находятся ближе. По коль программа працует тестовым режимом, але уже зараз можно казать об ее эффективности. Это приложение позволяет узнать, где находятся бригады скорой помощи в режиме реального времени. Узнать их статус, то есть они свободны, заняты, на вызове или перевозят пациента куда-то в больницу. И далее при поступлении вызова, введя адрес в поле поиска, можно узнать, какие ближайшие бригады находятся к этому месту. На Гомельской городской станции худкой медицинской допомоги подкресливают установу, працуя у штатным режиме. Няма проблем с леками. На станции их створены двухмесячный запас. На выпадок необходности набыта специальная капсула биологичной аховы. Вырашено кадровое питание. Штат медиков, комплектованный на 100%. А парчат того отрымался знизить нагрузку на бригады. В выпадках калеразмова обеспечных для здоровья ситуациях на кшталт невысоких температуры. До хворых могут выезжать супрацовники поликлиник. Это дает махчимость не просто знизить нагрузку на бригады худкой медицинской допомоги, але и выкористовывать их больше эффективно. Теперь их можно накеровывать до хворых, яким саправды потребна неоткладная допомога. Правда, пакуль нейкагажи этажу на станции не отзначают. Если взять даже март 2019 года, то там было выездов около 550. А в настоящее время, даже на фоне подъема заболеваемости незначительного, у нас 490-500 выездов в сутки. И наряду с этим скорая помощь работает в штатном режиме. Алексин Церов, Максим Савин, Яуген Макеенко, Телерадио, компания «Гомель».